Это телеканал ИР. Добрый вечер. Пришло время подвести предварительные итоги дня. Я Сергей Кочев. Вечерние новости начинаются. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Состоится официальный визит президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова в Республику Сербскую. В рамках визита глава Югостинского государства примет участие в торжествах, приуроченных к празднованию Дня Республики Сербской. Состоится официальная встреча Анатолия Бибилова и президента Республики Сербской Милорада Додика. В присутствии президентов будет подписан протокол о сотрудничестве между Республикой Южной Осетии и Республикой Сербской. Кроме того, планируется подписать протокол о сотрудничестве между Республиканской политической партией Единая Осетия и Союзом независимых социалов-демократов. Анатолий Бибилов проведет также ряд встреч в столице Сербии, Белграде. В составе делегации Южной Осетии министр иностранных дел Дмитрий Медоев, руководитель администрации президента Игорь Козаев и советник министра иностранных дел Гейла Вальев. Напоминаем, что 5 января состоялся рабочий визит президента Анатолия Бибилова в Донецкую Народную Республику. Основной целью поездки является развитие экономических и торговых отношений между Республикой Южной Осетии и Донецкой Народной Республикой. Об этом новостной сюжет, который подготовили наши коллеги с телевидения Донецкой Республики. Анатолий Бибилов посетил позиции батальона «Пятнашка» в районе Авдеевской промзоны. На передовой глава Юго-Осетинского государства чувствует себя в своей тарелке. Анатолий Ильич, профессиональный военный, генерал-лейтенант, закончил Рязанское училище ВДВ имени Ленинского комсомола. Принимал участие в боевых действиях в Южной Осетии. Поэтому конфликт в Донбассе ему более чем близок. Ведь Юго-Осетинское государство прошло то, что сейчас проходит Донбасс. Вот эти события, они увязаны друг с другом. События в Южной Осетии, события в Абхазии, события здесь сегодня, в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике. «Они увязаны в одну цепочку. Если они создают цепочку, то мы создадим цепь, которую невозможно будет порвать». А пока на передовой, как и обычно, шумно. Бойцы словно ходят по линии ножа. Неизвестно, когда начнется новый обстрел со стороны противника и чем он закончится. «Со вчерашнего вечера с часов восьми поработал снайпер. Один-второй номер. Работала ПТРД, работал СПГ. За ночь две мины прилетело восьмидесятые». Немало здесь и добровольцев из Южной Осетии и Абхазии. Батальон «Пятнашка» интернациональный. Многие приехали на Датбас еще в 2014-м. Воюют дружно, ведь стоят заодно. «После 2 мая решил приехать. Когда увидел, что они в Одессе натворились с людьми. Вот это меня побудило приехать». «Укропам хочу передать от души. Вот мы тоже здесь стоим. И всегда буду рад их встретить. Буду в бою». А пока одни бойцы несут службу на передовой, другие отрабатывают навыки на полигоне. На учение прибыл и Анатолий Бибилов. На торжественном открытии звучали два гимна ДНР и Республики Южная Осетия. В знак дружбы и взаимоуважения. Сна содержала духом свободная, душной народа, связавшая нас. «После 2 мая решил приехать. Когда увидел, что они в Одессе натворились с людьми. Адлятся автоматов. Свои задачи выполняют бойцы Республиканской гвардии. Также здесь собралось немало бойцов полка специального назначения». Вслед за бойцами Республиканской гвардии выходят военнослужащие 1-го отряда полка специального назначения батальона «Чечен». Их задача – штурм здания, в котором находится условный противник. Следующей работает сводная группа батальонов «Пятнашка» и «Патриот». Согласно легенде, перед бойцами стоит задача захватить вражеский блокпост в преддверии проведения засады по захвату пленного. После успешного захвата военнослужащие ликвидируют противника, выставляют ложный блокпост, уничтожают колонну. Затем бойцы берут пленного, что и было изначальной целью. И уничтожают блокпост, чтобы не оставить после себя никаких следов. «Все было проведено быстро, качественно, профессионально. Наценку пятерочка». Завершают учения бойцы Республиканской гвардии. Их задача – налет на опорный пункт. Отдельно бойцы продемонстрировали работу спаренного пулемета, который был сделан в ДНР. Это самодельный ПКВТ. Две штуки вместе приварили. Самодельное все. Хороший пулемет. Хороший. Двойная убойная сила у него. Но это только начало учений. Командиры говорят, есть успехи, но впереди еще много планов. То, что мы сегодня показали, показали отлично даже. Совместные учения будем проводить с Южной Осетии. И хотелось бы, чтобы это проходило не только в Южной Осетии, но и здесь совместные учения. Также планируется взаимодействие между ДНР и Республикой Южной Осетии в экономической отрасли, сферах образования и здравоохранения. Мой приезд сюда, он, опять-таки подчеркиваю, рабочий в принципе визит. Мы встречались с главой ДНР, обсуждали экономическое взаимодействие, обсуждали взаимодействие в серии образования, здравоохранения. Ну и в том числе, конечно же, не мог не привезти в зимнее время зимнюю форму одежды для тех ребят, которые здесь есть. И проведать, повстречаться, поговорить, пообщаться. Для меня это очень важно. Виктория Цыпленкова, Елена Соколова, Алина Боярская, Панорама. Продолжается подписная кампания на местные печатные издания на второй полугодие 2018 года. За информацией о том, как проходит подписка, мы обратились в агентство Юга Сетпечать. Здесь нам рассказали о том, каким изданиям отдают предпочтение жители Южной Осетии. Как отметила Зоя Шавлохова, больше всего подписчиков на общественно-политическую газету Южная Осетия и газету Республика. Хуже обстоит дело с газетой Хурзарин и журналом Фиди, которые выходят на сетинском языке. В первую очередь хочу поздравить всех с Новым годом и Рождеством. Счастья и благополучия в ваши дома. Хочу обрадовать подписчиков, что уже завтра они получат первый номерат 2018 года газеты Южная Осетия и Хурзарин. Газета Республика выйдет чуть позже. Есть пятна новость. Количество подписчиков на местные издания увеличилось. Подписка на газеты Южная Осетия и Хурзарин на полгода составляет 330 рублей. На молодежное издание Республика – 192 рубля. И подписаться на журнал Фидиак стоит 90 рублей. Подписка продлится до 15 января. Все имеют возможность подписаться на местную периодику. Большую активность проявили Министерства внутренних дел, образования и культуры. Помимо местной периодики идет подписка и на северо-осетинские газеты и журналы. Агентство Юга Сетпечать предлагает подписку на российские периодические издания по четырем каталогам. Агентство Роспечать, Пресса России, Каталог российской прессы и Почта России. Из российских изданий чаще всего выписывают Айболит, Аргументы и Факты и Комсомолку. В почтовом ведомстве нам представили конкретные цифры по динамике подписки. К газету Южно-Сетия выписали 2032 человека, Хурзарин 1290, Республику 2323 человека, единственный журнал Фидиак всего 60. Тут не лишним будет напомнить, что каждый гражданин должен чувствовать ответственность за свой язык. Поддерживать осетиноязычные периодические издания. Тем более, что стоимость подписки невысока и не меняется уже который год. Здравствуйте, Кузова Регина Чешткоева, Замат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. С наступлением холодов, во время дождей и снега, на высоте паук, расположенной в восточной стороне столицы, отключается сигнал. Из-за таких технических неполадок прерывается вещание государственного телевидения. Проблема давняя, но решить ее в корне не удается. Уже не первый раз трансляция передач государственной телерадиокомпании ИР осуществляется с перебоями. Как правило, отсутствие сигнала телеканала бывает связано с перебоями в электроэнергии. Так, жители нашей республики в очередной раз были лишены возможности просмотра местных телепередач в первых числах января. И тогда, как и всегда, причиной послужило отсутствие электричества на ретрансляционной станции паук. Обычно в таком случае электроэнергия подается посредством резервного тизель-генератора. Однако он так и не заработал по причине отсутствия топлива. 1 января подача электропитания пропала на объекте паук. Об этом мы узнали сразу же. Обратились за информацией в энергоресурс. Там ответили, что есть обрыв. Пока они искали, где обрыв и устраняли эту проблему, мы должны были запустить дизель-генератор. Дизель-генератор у нас имеется, но заправить дизелем дизель-генератор, средства на заправке у нас нет. На трансляцию сигнала государственной телерадиокомпании ИР в год предприятию телерадиосети выделяют 7 миллионов рублей. Ежемесячное исчисление из них в среднем составляет 530-520 тысяч рублей. Этой суммы с лихвой хватает на обеспечение сигнала, ремонт передатчиков канала и другие расходы, отмечает глава телерадиосети. Однако, помимо сигнала телеканала ИР, предприятие обеспечивает трансляцию и нескольких российских каналов, обеспечение сигнала которых по неясным причинам также осуществляется на выделенные местным телеканалом денежные средства. В итоге страдает местный телеканал. Понять позицию правительства, которая, по словам работников предприятия, обязала их транслировать на территории республики, сигнал более шести российских телеканалов можно. Ведь не каждый житель республики имеет возможность приобрести спутниковую антенну. Как ранее было отмечено, проблема перебоя в вещании государственной террорадиокомпании ИР была связана с отключением электроэнергии на линии. Аварийный участок электрики восстановили спустя два дня. На предполагаемое место аварии выехала специальная бригада. Мы разбили линию на участке и обнаружили аварию на вторые сутки. В целом, восстановительные работы заняли два дня. Линия электропередачи снабжается электроэнергией от подстанции микрорайона Московский. Подстанция, помимо ретрансляционной станции «Паук», обеспечивает электроэнергией микрорайоны Северный и Солнечный. Жители этих микрорайонов обеспокоены тем, что частое отключение электричества во время ремонтных работ на линии может вызвать поломку домашней техники. Однако директор Анатолий Габараев поспешил успокоить граждан. Приборы могут перегорать только в случае перепада напряжения в сети. А опасения возникновения подобной проблемы ничего не предвещало. Наша работа заключается в устранении аварийных ситуаций на электролиниях. Однако предвидеть все ситуации невозможно. Он также отметил, что в скором времени сотрудники ведомства приступят к ремонту электросетей в селе Залда. Электролинии в село Залда нуждаются в капитальном ремонте. Мы планируем приступить к реконструкции сетей и столбов в начале года, как только позволят погодные условия. Эльвира Дебилова, Александр Кукоев, Александр Кочев. Информационный выпуск сегодня. Узнаем прогноз погоды на завтра. В Знаворском районе переменная облачность. Днем 0 градусов, ночью минус 2. В Завском районе переменная облачность. Возможно, небольшой дождь. Днем плюс 6, ночью минус 3. В городе Куайса также переменная облачность. Небольшой дождь. Днем плюс 5, ночью минус 4. В Ленингорском районе переменная облачность. Днем плюс 5, ночью минус 5. В столице республики также переменная облачность. Небольшой дождь. Днем плюс 5, ночью минус 6. И к этому часу у меня все. Желаю вам удачной первой рабочей недели в 2018.